Закон есть, наказания нет. Можелесмены в двух чтениях приняли спорный законопроект о религиозных организациях, но не стали прописывать меру наказания за запрет чтения намаза в госучреждениях. Отдельные народные избранники предлагают проводить все официальные встречи в стране на казахском языке. Поэт-национал-патриот Шаханов для развития госязыка намерен вновь пойти в депутаты. Алматинские пенсионеры перечислили, кто сколько может, в фонд помощи бастующим нефтяникам Монгестау. Мы просто решили помочь голодающим нефтяникам, кто сколько может. Потому что их уволили, оставили без средств существования. А как? Правительство не помогает. Единогласно, сразу в двух чтениях, мажелесмены не стали изменять своим славным традициям. Мы сегодня на пленарном заседании палаты одобрили и отправили в Сенат самый, пожалуй, спорный документ нового сезона. Речь идет о законопроекте, который ужесточает деятельность религиозных объединений в Казахстане. Ожесточенную дискуссию вызвала одна лишь норма, запрещающая молельные комнаты в госучреждениях. Парламентарии из числа тех, кто сам читает намаз в тенах законодательного органа, заявили, что поправка приведет к усилению экстремизма. В итоге норму все же оставили, но наказание, предусмотренное за ее нарушение, сняли. Чем депутаты создали прецедент в истории отечественной законотворческой практики. Сортиры, вернее отсутствие в них санитарных норм, стали причиной разработки самой спорной поправки запретом молиться в госучреждениях. По словам главного религиовета страны Лама Шарифа, перед намазом чиновники не могут полноценно совершать обряд омовения. Да и коллективно молиться в стенах госучреждения как-то не принято. В госучреждениях, в туалетах нет санитарных условий для омовения. Как вы знаете, намаз состоит из двух частей. Это чистота тела и чистота души. Таким образом, мы, наоборот, подчеркиваем, что верующий предпочтительно, и это подсказывает и шариат, что он совершал мечеть. Мечеть от слова собирать, делать коллективные моления. Обсуждение самого неоднозначного в новом сезоне законопроекта, по сути, превратился в спор между главным его разработчиком и мажоресменом Бекбулатом Тлеуханом. Да и то в большей степени потому, что последний сам исповедует ислам в стенах законодательного собрания. Пять раз по собственному признанию читает намаз в служебном кабинете. Яростно выступая против поправки, депутат Тлеухан какие только аргументы не приводил. Заявлял о нарушении международных стандартов, устрашал коллег потери электората и всплеском новой волны экстремизма. Если мы примем в таком виде законопроект, мы можем дать оружие экстремистским силам, которые хотят создать экстремистскую ситуацию в Казахстане. Это будет способствовать тому, что верующие люди будут отделены от государственной службы. Таких ограничений нет ни в одной из соседних стран. 70% представителей мусульманского движения высказали свое несогласие. Принятие таких неосторожных мер может привести к негативным последствиям. Затянувшийся спор между оппонентами остановили другие депутаты. Они призвали проголосовать за документ, а доработать его позже. Но даже не этот факт вызвал удивление. Парламентарии создали сегодня другой прецедент законотворческой практики. Норму за прийти молиться в госучреждениях они все же приняли, а наказание, предусмотренное за его нарушение, сняли. Другими словами, Бекулату Тлеухану ничего не грозит за пятикратный намаз в Мажелисе. Чтение намазов в госучреждениях не публикует никаких санкций, тем более штрафные. Любопытно, что ни одна из других статей документа не вызвала подобных дискуссий в стенах Мажелиса, хотя остальные поправки не менее активно обсуждаются в обществе. Неоднозначную реакцию уже вызвало ужесточение деятельности миссионерских организаций и обязательная перерегистрация всех религиозных объединений. Депутаты буквально пробежались по этим статьям, и не изменяя славным традициям, единогласно и сразу в двух чтениях одобрили законопроект. Сегодня же документ презентовали в Верхней Палате. Аси Ахат, Талабжакубов, Астана, Казахстан. В парламенте сегодня продолжился языковой спор. Мажелисмен Жиразбай Сулейменов выступил за проведение заседаний и официальных мероприятий исключительно на государственном языке. Депутаты, обсуждая злободневную тему, соревновались в красноречии, предложениях в подходах по изучению казахского языка. Между тем, в Алматы дискуссия проходила в формате онлайн-конференции на интернет-ресурсе «Центр тяжести» с самым авторитетным национал-патриотом, подписавшимся первым под скандальным письмом общественников в защиту казахского языка поэтом Мухтаром Шахановым. Говорить на официальных встречах только на казахском языке призывает мажелисмен Жиразбай Сулейменов. Сегодня в парламенте он предложил коллегам начать самих себя. Высокопарный спич депутат подкрепил историческими и литературными фактами о значимости родной речи. Спикер Мажелиса попытался осадить Сулейменова, попросив не пропагандировать эту тему. Я полагаю, если руководство парламента депутаты сделают такой шаг, если говорить на казахском языке станет непоколебимым законом, то это будет большим благом. И восполнились бы некоторые пробелы. Призываю защищать и поддержать родной язык. В дискуссию о казахском на казахском присоединился другой депутат. Мажелисмен Нуртай Собельянов поддержал коллегу, ультимативно заявив в духе, кто против госязыка, тот против будущего Казахстана. Эмоциональные выступления оказали тут же свое действие. Подготовивший запрос на официальном русском языке, парламентарий Тита Сыздыков перешел на государственный. Среди нас русскоязычные казахи не стремятся знать язык. Почему мы должны учитывать то, что они закончили русскую школу? Мы должны всесторонне применять государственный язык. Я призываю вас поддержать это. Знание государственного языка – это обязанность каждого депутата. 30 августа, в день Конституции, 138 общественных деятелей обратились к руководству страны с предложением вычеркнуть строки об официальном статусе русского языка из главного закона страны. Этот компромиссный пункт, по мнению авторов письма, мешает полноценному развитию госязыка. После неоднозначной реакции в обществе, единицы из 138 подписантов отказались от своих автографов. Подписант номер один, известный поэт Мухтар Шаханов, сегодня выступил на онлайн-конференции. И вопрос о скандальном письме в топе тем. На предложение национал-патриотов негативно отреагировали депутаты, политики и общественность. С 12 сентября даже появилось альтернативное письмо НПО с предложениями, как повысить значимость казахского языка и эффективность его изучения. Правозащитная организация Freedom House полагает, письмо может стать причиной напряженности и открытого конфликта в обществе между казахско- и русскоязычным населением, и в дальнейшем привести к росту бытового национализма в стране. Народная артистка СССР Биби Гультули Генова, отказавшаяся на днях от своей подписи в скандальном обращении, заявила, не стоит смешивать акценты. В Казахстане нужно решать более серьезные проблемы с ростом цен, дефицитом ГСМ и нестабильной валютой. Асия Ахат Чингис Шагал из Астаны, Казахстан. На сайте АБАИКЗ появилось еще два письма общественников касательно статуса русского языка. Представители Павлодарской и Казалардинской областей поддержали скандальную инициативу об отмене второго пункта седьмой статьи Конституции. Среди подписантов новых посланий общественники, партийцы, педагоги, журналисты и депутаты. Один из представителей масс-медиа Габит Бокенбай считает, в первую очередь казахский язык должны знать казахи, а уже потом представители других национальностей. Работнику СМИ обидно, что порой его собеседники дают комментарии и интервью лишь на русском, когда есть люди, которые ждут информации на казахском языке. По словам Бокенбая, подписавшись под открытым письмом, он призывает учить государственный язык. Я не говорю, что русский должен знать казахский язык. Для начала пусть казахи. Надо это на законной основе поставить до такой степени. Открыто, ясно. Националопатриотические речи зазвучали из уст нового председателя партии Акжола Зата Перуашева, пришедший из Национальной экономической палаты Атамикен Перуашев, поначалу намекал, что привлечет в партию бизнесменов, но потом вдруг перешел на участников декабрьских событий 1986-го. А после поставил подпись под письмом об отмене официального статуса русского языка. И даже раскритиковал тех, кто отказался от автографа. Новыми установками для партии Акжол Перуашев накануне поделился с журналистами в дискуссионном клубе Айпарк. Новый лидер Акжол во время встречи в дискуссионном клубе Айпарк рассказывает, во что облачится партия перед грядущими парламентскими выборами. Теперь Акжол – это цивилизованная оппозиция Нур-Утану. Это как раз то, что необходимо для иллюстрации демократичного парламента, рассуждает политолог Андрей Чеботарев. Перуашевский Акжол выходит на финишную прямую под флагом национал-патриотической идеи. Вот уже сделан ряд заявлений. Партия ходатайствует о статусе восстания декабрьским событием 1986 года. Сам Перуашев подписался под скандальным письмом за отмену официального статуса русского языка. Политолог знает, почему появилась такая риторика у Перуашева, который сам до недавнего времени не очень хорошо владел родным языком. Национал-патриотическая тема по обыкновению обостряется накануне выборов и затихает сразу после подсчета голосов. Инструмент еще ни разу не подводил политиков, вспоминает эксперт. Это, по-моему, дань моды. Когда все вокруг, и либералы, и коммунисты, и социал-демократы вдруг озаботились национальным вопросом, пытаясь конкурировать между собой, а кто, скажем так, более национал-патриотичнее. В 90-х Перуашев возглавил гражданскую партию Казахстана, которая в 2005-м влилась в пропрезидентский ОТАН. По мнению многих, тогда за Перуашевым стоял миллиардер, лидер так называемой «евразийской тройки» Александр Машкевич. Информация о покупке олигархом многострадального Акжола циркулировала еще в бытность тогдашнего главы Алихана Байменова. То, что его сменит Перуашев, казалось злой шуткой. В начале нулевых оппозиционной партии Акжол изрядно доставалось в том числе от Перуашева. Демократичные реформы, предлагавшиеся тогда Акжоловскими лидерами, ярый защитник режима встречал в штыки. Да, я тогда действительно участвовал в разных дискуссиях с партией Акжол. Тогда партия Акжол была совсем другой. Они были против государства, против президента, хотели полностью изменить конституцию. Я был против этого. Давнее противостояние с молодотюрками из Акжола не помешало их принципиальному оппоненту спокойно пересесть в стремительно освободившееся Байменовым партийное кресло. И теперь уже под брендом некогда оппозиционного движения готовится к парламентским выборам. В дискуссионном клубе «Айтпарк» его модератор Нурлан Ерембетов спросил Перуашева между делом, не повторит ли обновленный Акжол судьбу Перуашевской же гражданской партии. А в завершении встречи политолог Ерембетов предположил, что через год Азад Перуашев предстанет в клубе совсем в другом качестве. На все эти реплики политик только растерянно улыбался. Ольга Рашева, Павел Энгельгард, Алматы, Казахстан. В цинковом гробу вернулся домой солдат срочной службы Адхамбек Бекбалатов. 22-летнего шимкенца нашли на посту с огнестрельным ранением в области Подбородка. Согласно официальной версии, молодой человек сам нажал на курок автомата Калашникова. На похоронах перед убитым героем родителями. Перед родителям пришлось отвечать завначальнику воинской части города Адбасар, куда всего три месяца назад приехал служить Адхамбек. 19 сентября во время несения караульной службы наш военнослужащий погиб от огнестрельного ранения. Версия самострел причины выясняются военной прокуратурой Акмолинского гарнизона, военно-следственным управлением Акмолинского гарнизона. Причину не знаем. Родственники, не пожелавшие хранить солдата в цинковом гробу, решили вскрыть его и обнаружили на теле Адхама заметны следы от побоев. Теперь родные и близкие погибшего не верят версиям о несчастном случае или самоубийстве. Они показывают сообщения на своих сотовых телефонах, в которых Адхамбек просил родных и друзей перечислить деньги на счета того или иного сослуживца. Имена и фамилии предполагаемых вымогателей родственники сообщили в прокуратуру. Почему в мирное время наши дети погибают? Как дальше жить матерьям? Как им детей доверять? Кому жаловаться? Что говорить? Даже слов нету. Если наши органы, хранители до того детей доводят, то я не знаю, слов нету. Необычная авария произошла сегодня в городе Актау. Там бронетранспортер буквально протаранил автомобиль Opel Cabriolet. Как пишет местная газета Lada, она же публиковала фото с места ДТП, авария произошла рано утром на перекрестке 22-го микрорайона и поселка Приозерного. Известно, что БТР следовал в военной колонии. Водители, бронетранспортера и кабриолета не стали вызывать на место ДТП сотрудников дорожной полиции и разошлись мирно. По сообщению местных СМИ, колонна направлялась на учения, которые проходят в эти дни в области. Однако добавлю, не раз в бастующем регионе появлялись слухи о вводе войск, как утверждали сами нефтяники, для возможного силового подавления их забастовки. Но местные власти это опровергали. Сегодня в Актау состоялось четвертое по счету судебное слушание по апелляционной жалобе юриста работников Корожан Басмана и Натальи Соколовой. Филологическая экспертиза показала, что слова Соколовой не могли вызвать разжигание социальной розни, а свидетели уверяют, защитник интересов рабочих невиновна. Накануне 20 сентября во время третьего заседания апелляционной комиссии были заслушаны показания восьми свидетелей. Они заявили, что не согласны с вынесенным ранее приговором. Слушание длилось до семи вечера. Суду были продемонстрированы аудио-видео записи выступлений Соколовой во время забастовки. Кроме того, новые авторитетные эксперты, привлеченные стороной защиты к анализу слов, высказанных Соколовой во время собрания сотрудников Корожан Басмунай, полностью провергли выводы экспертизы, на основании которой юристы и осудили на 6 лет. Профессоры утверждают, что никаких призывов или намерений разжечь социальную рознь сделано не было. В четверг в суде приступят к премию сторон. «Скорее всего, там хитрые игры были задуманы как раз от руководства компании, чтобы затянуть этот процесс, противопостоять профсоюзной деятельности, развалить этот профсоюз, с чего они, конечно, очень жаль добились. Была сильная организация, теперь это разрозненные люди. И какая-то часть, порядка тысячи человек до сих пор стоит, надеется на то, что закон важнее, чем частное мнение какого-то китайской стороны, какой-то производителя». Норвежский хельсинский комитет надеется на объективное рассмотрение апелляции юриста Натальи Соколовой. Правозащитники внимательно следят за процессом над законным представителем профсоюза сотрудников компании «Каражанбас Муна» и «Вактау». И сегодня распространили заявление, в котором подчеркивается, цитирую, «слушание дела по апелляции должно привести к немедленному освобождению госпожи Соколовой». «Мы рады, что апелляционное дело сейчас началось. Мы считаем, что это очень хорошая возможность опять пересмотреть дело, слушать все эксперты, делать экспертизу и делать правильные решения, освободить Соколову. Мы надеемся, что Казахстан слушает то, что происходит. И это именно наша цель, говорить об этом открытое, чтобы они знали, что они не могут делать просто, что хотят. Даже через неделю в Варшаве будет большая конференция через БДИПЧ ОБСЕ. И мы тоже там будем обсуждать дело. Надеемся, что, конечно, тогда уже результат положительный будет от дела Соколовой. Но еще будем продолжать обсуждение, как это до такой степени могло развиваться там на Западе. Деньги для бастующих четвертый месяц нефтяников сегодня перечислили алматинские пенсионеры. Утром они пришли на почтовый пункт и отправили в Жанаузен кто сколько может. Всего на благотворительный счет открыто около месяца назад поступило почти 3000 долларов, говорят активисты специального комитета доверенных лиц. Эта помощь распределена между голодающими семьями рабочих, которые с начала забастовки не получают зарплату, а значит не имеют средств к существованию. Представители партии ОЛГА, присутствующие в почтовом отделении, подчеркивают ситуацию, при которой благотворительность в стране вынуждены заниматься пенсионеры с доходом в 340 долларов в месяц, должна пристыдить власть имущих. Никого преступления мы не делаем. Мы просто решили помочь голодающим нефтяникам кто сколько может. Потому что их уволили, оставили без средств существования. А как? Правительство не помогает. Почему они имеют имение за границей, там, там по 700, по 800 миллионов долларов, на какие, какими трудами они заработали. Как мне стыдно, чтобы они добровольно отдали в казну народа, чтобы это пошло в пользу бедствующим людям. В результате незаконной забастовки уволено около 2000 человек. Это наши граждане. Судьба их нам не безразлична. Так сказал Тимур Кулебаев, глава фонда «Самрук Казуна» и зять президента. Во время совещания с Акимом Монгостаусской области Кушербаевым, вице-министром нефти и газа Кииновым и председателем правления нацкомпании «Казмунайгаз» Кобылдином. Как сообщает пресс-служба «Самрука», Кулебаев поручил руководству компании «Казмунайгаз» совместно с местными властями оказать максимальное содействие по трудоустройству нефтяников, уволенных в связи с забастовкой. Примечательно, что в распространенном пресс-релизе указывается, что сама забастовка в Монгостау локализована, а конфликт разрешен в рамках трудового законодательства. Эта фраза возмущает правозащитника Галыма Агилеова. Он вернулся. Он представляет интересы рабочих и только что вернулся из жена Узена. Может, это просто игра со стороны Тимура Кулебаева, потому что ему дают информацию, ту информацию, которую он хочет услышать, ту информацию, которую хочет услышать Назарбаев. А, естественно, говорится, что конфликт локализован, исполнительная власть там хорошо работает. Но на самом деле это не совсем так, потому что 1200 человек, которые уволены у Зеньмунайгаз, тысячу человек, там 995 уволенных в Каражанбас Мунай, это все, это огромное количество людей, проблема которых не решена. И ее решать надо не через слова Тимура Кулебаева или там благую весть со стороны президента Назарбаева, а нужно решать по существу через примирительную комиссию, примирительные процедуры. В Мангастау бастуют не только нефтяники, но и дети. Воспитанники областного детского дома, расположенного в городе Жанаузен, протестуют против состоявшегося переезда. Сотрудники поясняют, что Дания уже не может вместить всех детей и подростков. Однако местные жители полагают, кому-то просто было выгодно перевести детский дом на другое место. С подробностями из региона мои коллеги. В Жанаузене разгорелся нешуточный скандал вокруг областного детского дома. Руководство учреждения, в котором воспитывается 110 детей, неожиданно решило перебраться в другое здание. Мнением детей пренебрегли. Дети жалуются на условия проживания на новом месте. Они уже привыкли спать в своих спальнях, есть в своей столовой. На защиту воспитанников детского дома встал осторожил Жанаузеня Венера Попова. Женщина считает, кому-то приглянулось здание в центре города, рядом с Акиматом. И о правах сирот взрослые просто забыли. Там был только большой зал и большая спальня. Все дети жили только в одном зале и в одной спальне. Других комнат не было. Поэтому нас перевели из этого корпуса в этот отремонтированный. Потому что здесь есть отдельные комнаты. Здесь мальчики смогут спать отдельно от девочек. Никто из чиновников из местного департамента образования на жалобы несовершеннолетних внимания не обратил. Переезд состоялся. И теперь местным жителям остается только ждать, когда объявится новый владелец привлекательного здания бывшего детского дома и во что превратится этот объект в будущем. У нас так, деньги подкопились, наворовались, все, что-то выкупают. А люди как мусор взяли, вытряхнули. Они сироты, за них никто, как говорится, не придет, слова не скажется. Тимур Ермашев, Оркен Жуя Мерген, Асана Милов, Жана Узень, Казахстан. Тимур Ермашев, Оркен Жуя Мерген. Пожарные подразделения подготовили пенную атаку, чтобы сразу ликвидировать возможный пожар. Все меры предосторожности были выполнены. И ликвидация чрезвычайной ситуации прошла успешно. В Усть-Каменогорск сегодня накрыло облако дыма. В Уланском районе области горят степи. Там зафиксировано сразу четыре очага возгорания. Пожары бушуют в еще двух районах региона. Местный департамент ПЧС переведен на усиленный вариант несения службы. Сложная ситуация в пригороде Риддера. Там горит лесополоса, разделяющая два района города. Накануне вечером огонь перекинулся на жилые дома. Три строения сгорели дотла. Незначительные ожоги получили три человека. Всего было эвакуировано порядка 300 жителей города. Открытого пламени уже нет. На месте работают 120 человек личного состава ДЧС. Но пожар пока не удается локализовать. Пожарные надеются на дождь. В некоторых районах области он уже помог сбить пламя. Печь «Социальный хлеб. Убыточное дело» руководство Павлодарского хлебобулочного комбината прокомментировало подорожание ряда своей продукции. Казалось, что повышение отпускных цен на хлеб высшего сорта необходимо для поддержания низкой стоимости социального хлеба. Хлеб из муки высшего сорта вырос цене примерно на 5-10 тенге еще на прошлой неделе. Тогда какие-либо комментарии касательно хлебопеки давать не решались. Теперь подорожание крупный производитель объясняет убыточностью предприятия. С начала года фирма уже потеряла около 200 тысяч долларов, продавая социальный хлеб. Поэтому, чтобы хоть как-то восстановиться, ей пришлось поднять отпускные цены на другую продукцию. Однако не исключено, что подорожает и так называемый таунан. Его стоимость не окупает себя, говорят хлебопеки. Честно говоря, ситуация на комбинате катастрофическая. Скажем так, состояние комбината очень плохое. Планируем поднять цену, чтобы как-то все-таки средняя заработная плата рабочих порядка 25 тысяч. В специализированном экономическом суде продолжились судебные слушания по нарушениям, выявленным в ходе проверок санэпидемстанции ЧС, офиса журналистских расследований на Мистан. Специалисты пожарной безопасности требуют от руководства ТОО перенести выход из подъезда в жилом доме, где располагается редакция в сторону проезжей части. Однако директор компании Ильина Жданова утверждает, помещение взято в аренду и принимать решение о перепланировках имеет право только владелец. В том же зале заседания состоялось предварительное слушание по иску СЭСК до Намистана, а также рассмотрение искового заявления о признании акта назначения проверки санконтроля в редакции агентства журналистских расследований незаконным. В ходе заседания страна-ответчика предоставила ходатайство об устранении санитарных нарушений. Юристы отметили, что санэпиднадзор был оповещен об этом, но, тем не менее, так и не провел повторную проверку. Все документы об устранении недостатков все вставлены, однако повторную проверку, чтобы проверить, что все недостатки устранены, Ильина Жданова с ними не провела. Просим, чтобы они это все проверили, чтобы вопросы снять. Партнеры агентства Намистан, продакшн-студия «Стан-Кейзет» сегодня после обеда наконец получила результаты замеров от Алмалинского СЭСа, сделанных на прошлой неделе в офисе компании. Директор ТОО Баужан Мусиров отмечает, копии отчета о проверке юриста добивались сразу после экспертизы. Во время заседания и уже после в районном департаменте санитарного контроля. По мнению руководства продакшн-студии, подобные действия со стороны госоргана ставят под сомнение результаты проверки. По данным полученного отчета от СЭС, освещение, теплообмен, шум и электромагнитное излучение в редакции независимого СМИ превышают все мыслимые нормы. Однако эти цифры сильно разнятся с выводами независимой экспертизы, проведенной в тот же день. Во время сравнения документов руководство продакшн-студии отметило СЭС, завысило показатели аж в семь раз. Отдательство о несоответствии полученных замеров юристы компании собираются предоставить на ближайшем судебном заседании. Но сравнивать данные, которые легли в основу разных протоколов, не имеет смысла по одной причине. Дело в том, что проверяющие работники санэпидстанции категорически отказались ознакомить нас с данными, которые они зафиксировали во время проверки. И я считаю, что протокол, который был составлен работниками санэпидстанции, не может считаться в соответствующем действительности только по одной причине. Нас не ознакомили с теми данными, которые легли в основу вот этой экспертизы. Работу казахстанских журналистов тормозят пресс-службы правительственных органов. Об этом не раз заявляли представители независимых СМИ. Сегодня эту проблему пытались решить в Астане за круглым столом. В конференции участвовали руководители пресс-служб министерств республики, пресс-секретарь областных акимов и национальных компаний. Журналисты пожаловались на медленную работу госведомств. Министерства же свои оправдания ссылались на сложную систему бюрократической машины. Журналистов Казахстана ограничивают в доступе к информации. В Астане сегодня представители СМИ и руководители пресс-служб правительственных органов обсуждали, как можно решить эту проблему. Главред газеты Нур-Астана Искандер Габид приводит пример. Нашумевшая история с бастующими нефтяниками в Жан-Аузене так и не была прокомментирована властями. А журналистские запросы, компетентные в этом вопросе органы, попросту игнорировали. Народ хочет знать ситуацию в Жан-Аузене, но все уполномоченные органы информацию об этом умалчивают. И это, наоборот, усиливает недоверие среди граждан. Я не знаю, почему власти продолжают молчать, но думаю, что они должны дать объективную информацию, чтобы не возникало сомнений в обществе. В свою очередь представители ключевых ведомств утверждают, что умалчивают факты непреднамеренно. Виной тому бюрократические барьеры в деятельности департаментов по связям с общественностью. По всем запросам СМИ мы делаем теперь уже свой запрос в три ведомства. То есть мы обращаемся за информацией по всем структурам, и пока они ответят, уходит определенное время. Мы глубоко заинтересованы в том, что информация была точной и достоверной. Иначе, вы знаете, в обратном случае в обществе пойдут всякого рода сплетни. Одни из тех, кого чаще других государственные ведомства упорно игнорируют, журналисты видеопортала «Стан». Корреспондентам негласно отказанного аккредитации в президентской аккорде, городском акимате Астаны и парламенте Казахстана фактически с момента существования издания. За круглым столом сегодня оказался руководитель пресс-службы Мажелиса Саен Шармирден. Причем услышать внятного ответа, что же служит причиной отказа видеопорталу «Стан» в аккредитации в парламент страны, журналистам не удалось. Ответьте, пожалуйста, нам на вопрос, почему «Стан» не аккредитовывает парламент. Там есть свои нюансы. Я же вам сказал, я вам не отказываю. Я говорю, вы можете объяснить. Вы зайдите, я вам покажу положение, почему. Все эти факты наглядно показывают, почему Казахстан оказался в одном ряду среди еще двух стран СНГ – Белоруссию и Туркменистаном, у которых нет закона, регулирующего доступ к информации. Тем временем сам документ, похоже, попал в долгий ящик к бюрократам из партии «Нур-Отан», которые уже второй год обещают разработать проект такого нужного закона для Казахстана. Страны, еще бывшей председателем ОБСЕ, организации, для которой свобода доступа к информации и журналистская свобода являются приоритетом. Андрей Дроздов, Талабжекупов, Астана, Казахстан. Таким был этот день. Увидимся на КАПЛЮС. 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 Продолжение следует...